НОВСТИ ДАГЕСТАНА Начинаем с приятной новости для наших телезрителей. Информационные выпуски и другие передачи телеканала ННТ теперь можно смотреть на платформе спутникового телевидения от компании МТС. С сегодняшнего дня медиапродукт канала доступен не только жителям Дагестана, но также транслируется в других регионах России. Подробнее в нашем сюжете. В крупном мегаполисе или в отдаленном поселке, неважно, благодаря комплекту спутникового ТВ от МТС, теперь телеканал ННТ доступен в любой точке России. До этого передачи о культуре, обычаях и традициях жителей Дагестана транслировались только в самом регионе и через различные интернет-сервисы. В первые три месяца наше национальное телевидение на платформе МТС будет работать в тестовом режиме. Это необходимо для проверки технических возможностей всех участников проекта. Но уже сегодня можно сказать, что аудитория канала существенно расширилась. Если идти по порядку вообще, то мы сегодня вещаем в аналоге, мы есть на смарт-ТВ в Samsung, LG телевизорах, также мы есть в приложениях на телефонах. IP-ТВ, это интернет-провайдер, можно позвонить и сказать, подключите нам, пожалуйста, телеканалы, где есть телеканал ННТ-список каналов. Это все было у нас, но теперь у нас есть уникальная возможность. Мы вышли на спутниковое ТВ, мы вещаем теперь на всю страну и в принципе это для нас открывает большие горизонты. Мы имеем теперь возможность, ну точнее дагестанцы имеют возможность спокойно приобретать пакет МТС, спутниковое телевидение и смотреть наш телеканал. И получать удовольствие, быть в курсе всех новостей, все, что творится у них на родине, где бы они ни находились, в какой бы части нашей страны ни жили. Спутниковое ТВ от МТС обеспечивает вещание в 83 регионах страны, за исключением Камчатки и Чукотки. Телеканал ННТ можно найти, нажав на пульте кнопку 807. Канальный план универсален для зрителей и оператора по всей стране. Для получения доступа пользователю необходимо только иметь оборудование для приема сигнала. Сегодня у нас есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы жители Дагестана могли комфортно пользоваться спутниковым телевидением и смотреть те каналы, которые им интересны. Трансляция телеканала «Наше национальное телевидение» позволит нам стать ближе к зрителям. А сегодня это уже тысячи семей. Жители же тех отдаленных населенных пунктов, где нет цифрового телевидения, но есть возможность установить спутниковое оборудование, получат возможность иметь полное представление о жизни Дагестана. Телеканал ННТ – это телевидение для всей семьи. В программах канала делается упор на укрепление традиционных ценностей и духовностей, сохранение языков и популяризацию здорового образа жизни. Кроме того, освещаются события культурного, религиозного, социального и политического характера, происходящие в Дагестане. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. К другим темам. Житель Буйнакска оштрафован на 10 тысяч рублей за фейковое сообщение о коронавирусе. Как сообщает пресс-служба ФСБ, Давуд Сурхаев распространил в мессенджере WhatsApp сообщение о том, что вертолеты Министерства обороны России распыляют коронавирусную инфекцию над городом. Суд признал его виновным по статье 207.1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Ранее в отношении троих жителей республики также были возбуждены уголовные дела за распространение ложной информации о распылении коронавирусной инфекцией вертолетами. Наша республика перешла ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Это значит, что свою деятельность смогут возобновить кафе и рестораны с открытыми верандами, объекты розничной торговли, непродовольственными товарами с торговыми залами площадью до 800 квадратных метров. Некоторые образовательные организации, мечети и храмы. Все эти объекты будут работать, учитывая все необходимые меры безопасности. Возможно, откроются и пять пилотных спортивных залов для того, чтобы дагестанские спортсмены могли готовиться к предстоящим чемпионатам. Об этом говорится на сайте главы республики. Жители сразу нескольких районов Махачкалы жалуются на импровизированные свалки, в которые превратились контейнерные площадки. Отходы не вывозят совсем, либо делают это нерегулярно. Кому обращаться с жалобами и когда наконец-таки закончится этот мусорный коллапс, узнавала Зон Рудгамидова. Груда мусора, который уже заваливает проезжую часть и напирает на ближайшие магазины. Такую картину жители сепараторного поселка наблюдают из своих окон уже больше месяца. Горожане жалуются, что переполненные контейнеры порой стоят на жаре по несколько дней, источая вони и привлекая крыс и насекомых. Это кошмар. Вот досуды. Сколько мы вот топимся, это мусори вообще, я не знаю. Власти куда смотрят. Похожие мнения высказывают и другие жители. Особенно не повезло жителям тех домов, где контейнерные площадки расположены прямо под окнами. Вот такая картина очень часто. Если летом это происходит, это вообще очень безобразно. То есть первые этажи или ближайшие дома, страдают люди, дети же здесь те же самые. Мусор убирают? Его убирают, но я же говорю еще раз, это не так часто происходит. Нерегулярно. Вот такая картина, она повсеместна, скажем так. Подобные ситуации, возникающие то и дело в разных районах столицы, заставили жители города вспомнить о повышении тарифов на вывоз мусора. По мнению махачкаленцев, услуги по сбору и утилизации отходов еще далеки от идеала. Я каждый месяц плачу. Наши жители платят. Вот радиозаводские общежития мы живем. Вот вчера получила деньги, вчера и сразу пошла заплатила. Я после этого знаю, как надо расходовать деньги. Грязит, утопаем мы. На нашу сторону никто не смотрит. Никогда. Я не знаю, чем там наверху макушка собирается, люди что делают там. У жителей улиц Хуршилова и Садовой баки для сбора отходов есть. Однако, как сообщают сами владельцы квартир, вывозится только мусор, который находится непосредственно в контейнерах. А тот, что лежит на земле вокруг, там и остается. Сихийные свалки облюбовали коровы, которые каждый день приходят сюда питаться отходами. И коровы, и мусор. И вот, я не знаю, дышать нечего. Вот окна скрывать не можем, от того, что вот такой вот бардак кругом. Возникает резонный вопрос. Обязан ли региональный оператор убирать место погрузки, если по прибытии мусоровоза оно уже загрязнено отходами. Мы не имеем отношения никакого к контейнерным площадкам, к их содержанию, к их созданию. Мы не имеем. За это ответственные органы местного самоуправления. Если это на территории муниципальной собственности. Если это на территории многоквартирного дома, за это несут ответственность органы, эти жильцы многоквартирного дома. Ну, ТСЖ, проливающие компании. Мы не отвечаем за создание, содержание. Мы региональный оператор. Мы только осуществляем сборы, транспортирование, дальнейшую утилизацию, обработку, захоронение. Мы за этим не следим. Стремительный рост Махачкалы сопровождается и столь же быстрым нарастанием экологических проблем. Город ежедневно производит десятки тонн бытовых отходов. А на всю Махачкалу есть всего лишь один мусоросортировочный завод на южной окраине города. Здесь отходы сортируют по типу металл, стекло, пластик и бумага. Все остальное отправляется на полигон. В день из Махачкалы вывозится до 170 тонн мусора. Тяжело справляется он со своими функциями. Почему? Потому что он очень старый, ломается часто. И чаще приходится ремонтировать его. Нам обещали новый завод. Имеется в виду, Каспийский мусор сюда заезжает, и Махачкалинский мусор сюда заезжает. Можно так сказать, что Каспийский мусор, он более как бы не строительный мусор, да, имеется в виду, в очках. А Махачкалинский мусор, он как бы в контейнерах, они строительный мусор бывают. Как думаете, с чем это связано? С культурой? С культурой, да, с культурой. С этим нельзя не согласиться. Нередко сами жители ведут себя, мягко говоря, некультурно. И вместо того, чтобы опустить пакеты с отходами в баке, бросают их, где попало. Не прижился у махачкалинцев и раздельный сбор мусора. Жильцов приучали разделять его и поставили контейнеры. Но и гражданская сознательность подводила, и отходы после вывоза все равно сваливались в одну кучу. Причина, в первую очередь, в лене местных жителей, мне так кажется. Потому что, ну, неужели им дойти вот 20 метров. Посмотрите, основной мусор вот здесь находится 20 метров. Но, как всегда, привычка, наверное, плохая. Взять, выбросить там, где удобно и уйти дальше. Из года в год проблема мусора Махачкаля остается актуальной. Столица растет, а значит и растет количество отходов. В компании «Лидер» нам заявили, что ситуацию взяли на контроль и уже заняты решением проблемы. Ну, а пока люди живут рядом с переполненными баками в 21 веке, ощущая под окнами запахи Средневековья. В Махачкале начались работы по благоустройству общественных территорий. Они проводятся в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. В текущем году будет построено и отремонтировано 12 скверов. При выборе территории были учтены обращения горожан и жителей поселков, входящих в состав Махачкалы. Об этом сообщается на инстаграм-странице столичного градоначальника. Дагестан ежегодно сбрасывает в Каспийское море 850 миллионов кубометров сточных вод. Это данные Росприроднадзора. О проблеме загрязнения Каспия они направили письма полпреду президента России на Северном Кавказе Юрию Чайке, министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву и главе региона Владимиру Васильеву. Руководитель надзорного ведомства призывает их дать поручение для обеспечения сохранности вод Каспийского моря. Для этого необходимо защитить акваторию от негативного воздействия и построить эффективную систему очистки сточных вод и канализации. В письмах отмечается, что основными источниками загрязнения бассейна Каспийского моря продолжают оставаться объекты ЖКХ. В Кайкенском районе построят рыбный порт за миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС. Инвестор компания Дагрыбпром рассчитывает приступить к реализации проекта уже в текущем году. По словам главы Минприроды Дагестана Набиулы Карачаева, речь также идет о создании мощностей по первичной переработке и заморозке продукта. По проекту объект рассчитан на 30 рыболовецких судов. Будет создано 450 рабочих мест. Министр отметил, что до конца текущего года на приобретенном компании участке запланирована установка оборудования, которое позволит перерабатывать до 100 тонн рыбы в сутки. Суточный объем принимаемой рыбы достигнет 200-300 тонн. В будущем на предприятии планируется организовать выпуск рыбных консервов. Россияне смогут получить новую выплату за долгий брак в размере 50 тысяч рублей. Получение доплат возможно после 50 лет супружеской жизни. Размер выплаты будет зависеть от региона проживания супружеской пары. К примеру, в Санкт-Петербурге можно получить 1 тысячу за каждый год проживания в официальном браке. Узнать точный размер выплаты можно в МФЦ. Начисление не является автоматическим и супругам нужно подать заявление на получение денег. Лето в нашей республике обещает быть жарким в этом году. В гидромедцентре региона сообщили, что вторая половина лета продолжится так же, как и начиналось. То есть будет наблюдаться жаркая погода без осадков. По данным синоптиков, в Дагестане температура воздуха в первой половине лета в текущем году превышает прошлогоднюю на 1,5 градуса. При этом количество осадков составило 1% от многолетней нормы. Как отмечает главный синоптик региона, характерными для столицы останется наличие ветров преимущественно юго-восточного направления, которые и несут с собой жару. О спорте. Боксер Муслим Гаджи Магомедов возглавил рейтинг Международной ассоциации любительского бокса на весовой категории до 91 килограмма. Дагестанец набрал 1900 очков и с большим отрывом расположился на первой строчке рейтинга. На втором месте эквадорец Хулио Сезар Кастильо Торрес. У него 1300 очков. Замыкает первую тройку кубинец Эрисленди Савон Катиле. Муслим Гаджи Магомедов, воспитанник Махачкалинской академии бокса при школе высшего спортивного мастерства имени Али Алиева. Прошедший год стал для дагестанского боксера наилучшим в спортивной карьере. Он выиграл Евроигры и чемпионат мира. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова